Друзья, всем привет! Очередной выпуск страховых новостей на первом страховом канале. И с вами я, Евгений Сергеевич Бельский, который будет сегодня комментировать эти новости, в целом, которые были где-то как-то отмечены и показались нам, наверное, важными. Важными именно по страхованию, потому что мы с вами обсуждаем страховой рынок, то, что прошло за неделю или что будет на следующей неделе. Интересное, важное, самое такое, что прямо-прямо зайдет каждому страховому консультанту, страховому агенту, страховому брокеру. Ну и поехали, начнем с первой новости. Новость номер один. С 1 сентября перевозчики такси обязаны будут страховать гражданскую ответственность. В соответствии с новыми изменениями в законе перевозчики легковых такси будут обязаны обеспечивать страхование своей ответственности за возможный ущерб и риски, возникшие в процессе перевозки пассажиров. Эта практика станет обязательной для всех водителей такси. Страхование гражданской ответственности уже довольно успешно действует для всех остальных перевозчиков, за исключением метрополитена. Любая компания, предприниматель или частное лицо, которые получили разрешение на предоставление услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, называется перевозчиками легкового такси. Страховые компании установят базовый тариф для расчета стоимости страхового полиса АСГОП для каждого таксиста индивидуально, учитывая его риск, профиль. Такое нововведение призвано повысить финансовую защиту пассажиров, гарантируя выплату компенсации в случае причинения ущерба здоровью и жизни в пределах установленного лимита в 2 миллиона рублей. Своими словами, быстро, в общем, раньше, смотрите, вы передвигаясь в автобусах, трамваях, троллейбусах, если получали какую-то либо травму в результате действий этого автобуса, этого транспортного средства, которое вас перевозило, то вы могли получить компенсацию, потому что ответственность пассажира-перевозчика в вашу пользу была застрахована, то есть в пользу пассажиров. В такси этого не было до 1 сентября, то есть до сегодняшнего дня. Сегодня это условие изменилось, и такси, в том числе, как и автобусы, как и троллейбусы и трамваи, в том числе, должны также страховать собственную ответственность по отношению к пассажирам. И вот я на протяжении двух недель сражался с этой историей, и у меня уже есть первый оформленный полис, я его сделал буквально на прошлой неделе в конце, в районе 3,5 тысяч стоит полис ОСГОП, где страхователем и собственником выступает собственник лицензии, а автомобиль, который, собственно, застрахован в пользу пассажиров, ответственность его, уже непосредственно то такси, которое занимается пассажироперевозками. У меня один из самых первых, самых лояльных, самых честных, самых таких, знаете, ответственных таксистов обратился ещё в начале августа. Вот мы с ним прошли весь путь от начала до конца, выяснили, кто из страховых компаний страхует сейчас ОСГОП для такси, как это всё сделать, кто платит какую комиссию, какой базовый тариф. Вот в районе 3,5 тысяч, готовьтесь, кто этого ещё не сделал, нужно делать. Да, ну а всем нашим бизнес-партнёрам на заметку, это ещё один дополнительный источник дохода для вас. Идём дальше. Российский Союз автостраховщиков назвал топ-10 регионов с максимальной долей судебных издержек по ОСАГО. Здесь, кстати, ситуация очень схожая с той, которую мы обсуждали на прошлой неделе и на позапрошлой, где там убыточные у нас были с вами регионы, это Кавказ и так далее, и так далее. Но здесь та же самая история не меняется с судебными издержками. То есть, у нас, смотрите, на карте нашей большой, огромной страны идёт перемещение, можно даже ползунок какой-то поставить и посмотреть, как двигаются судебные издержки по ОСАГО с запада на восток. Потому что начинается всё в Питере, в Москве, все эти истории с судебными издержками, а потом перетекают плавно на Дальний Восток. Так вот, Дальний Восток на первом месте, представляете, по судебным издержкам. То есть, у нас эта история давным-давно прошла в центральных регионах, а на Дальнем Востоке ещё, собственно, этот показатель растёт судебных издержек. Но дальше не буду вам об этом рассказывать более подробно, потому что здесь ещё в этом списке есть Мариэл, и, собственно, больше ничего такого. То есть, у них тут по 4, по 3, по 5 рублей судебных издержек, собственно, на выплату. Дальше. Кассация. Убытки по ОСАГО не могут превышать лимит страхового возмещения. То есть, суды идут вразрез с позиции Верховного суда Российской Федерации. Односторонняя замена ремонта на выплату деньгами при оформлении ДТП по Европротоколу не является нарушением и основанием для взыскания убытков сверхлимита. Пострадавший обратился в Ленинский районный суд Пензе с заявлением о взыскании разницы между стоимостью восстановительного ремонта и выплаченном возмещении. Суды трёх инстанций оказались в этом деле единодушны. И отказались заявителю... Отказали по следующим основаниям. ДТП было оформлено по Европротоколу на бумаге, лимит по которому составляет 100 тысяч рублей. Пострадавший обратился в пункт урегулирования убытков в свою страховую компанию, такую как САГАС, с заявлением об организации ремонта, но выплатили пострадавшему всего 51 тысячу рублей. И утрату товарной стоимости в размере 9,5 тысяч рублей. Причинные замены, формы возмещения на выплату в районе 50 километров отсутствуют станции, представляете себе, с которыми заключены договоры у страховщика. После обращения с досудебной претензией САГАС доплатил пострадавшему 40 тысяч возмещения и 14,5 тысяч неустойки. Общая сумма выплаты составила 100 тысяч рублей. Пострадавший провёл экспертизу и выяснил, что стоимость ремонта его автомобиля составляет 170 тысяч рублей. И обратился в суд с сыском о взыскании разницы. Но суды решили, что несмотря на то, что страховщик самостоятельно произвёл замену формы возмещения с натуральной на денежную, оснований для превышения лимита по европротоколу нет. А Верховный суд у нас говорил о другом, об обратном. Будем дальше следить за этой ситуацией, пока непонятно. Пока непонятно. Дойдёт этот человек до Верховного суда, и там всё станет понятно. Далее. Законопроект об интеграции учёта полисов ОСАГО Белоруссии и Российской Федерации внесён в Госдуму. Ну, наконец-то, слушайте, вот эта зелёная карта, синяя карта, уже не знают, что придумают наши любимые страховщики. Ну, давайте сделаем действительно полис ОСАГО, который будет включать в себя две территории, два союзного государства. Ну, давайте ещё Казахстан сюда включим, давайте включим Киргизию, весь таможенный союз. В этом таможенном союзе будет единый полис ОСАГО, в котором ты просто ставишь галочки, когда едешь в ту или иную страну. Едешь в ту или иную страну, поставил галочку на две недели, доплатил за это и расширил себе полис на ещё ту страну, в которую ты едешь. Вот и всё. То есть, тут как бы таких сложностей особых нет в этом плане. Поэтому этот законопроект о создании уже в процессе согласования. Надеемся, что согласно документу с 1 октября 2024 года договор о страховании ОСАГО могут заключать только страховщики, зарегистрированные в странах Союзного государства России и Белоруссии, где зарегистрировано транспортное средство. Ну, и так далее. В общем, сделают этот прекрасный полис ОСАГО 2 в 1, который будет расширенным для таможенного союза, и будет всем всё хорошо, всё замечательно. Никаких зелёных карт, синих карт и так далее. Потенциал рынка ДМС для малого бизнеса оценён в 200 миллиардов рублей. Представляете себе? Я, честно говоря, оценить можно всё, что угодно. И статистику какую-то привести, прошлых лет, будущих лет. Но в части ДМС вот картина у меня, мира, очень простая складывается. Смотрите. Есть ДМС у крупных организаций, у крупных предприятий, в которых огромное количество сотрудников, тысячи и тысячи людей, которым, безусловно, этот ДМС нужен. И для руководства, и для среднего персонала, и для младшего, и для высокого уровня, для всех уровней в этой организации он нужен. И огромное количество людей, которые не работают в таких больших организациях, они ищут возможность попасть в эти коллективные договора, в огромные договора. И вот эти вот какие-то разовые вещи, малого, среднего бизнеса или физических лиц, они вообще неинтересны. Потому что многим людям посчитаешь, посчитаешь. И когда ценник физлица и юрлица в разы отличается, например, 100 тысяч стоит страховка для физического лица и 20 тысяч для этого же физического лица. Но внутри списка юридического лица, ну, естественно, все люди понимают, что это как бы огромная разница. Тем более страховые тоже понимают, что если человек в списке юрлица находится, то его можно отследить, насколько он убыточен будет. Но там в целом будет оцениваться весь договор по убыточности. То есть, они отдельно взятые люди, которые по нему лечатся. А когда это один физик, одно лицо, ну, понятное дело, его и будут оценивать, и его договор будут оценивать. Поэтому, когда люди покупают добровольно-медицинское страхование за 100 тысяч рублей, они сразу идут лечиться с ним. Потому что они хотят полностью получить все услуги по этому договору. Поэтому такая история, понятно, интересная. Потенциал всегда – это хорошо, но будет ли он освоен, этот потенциал – это непонятно. Идём дальше. И на этом всё, друзья. Эта неделя вот такая вот по списку новостей. И самое главное, у нас с вами завтра 2 сентября, которое, ну, по сути, первым является. Потому что завтра понедельник, дети идут в школу. Все готовы? Я тоже пойду на линейку. Поэтому работаем в обычном режиме, держим связь. Хорошей рабочей недели. И если есть какие-то предложения по форме и по формату вот этих вот выпусков, пишите в личку, в комментариях. Всё готов рассмотреть, поменять, заточить под вас. Спасибо, пока!